привет друзья вы на канале просто детки и у нас сегодня на обзоре игра террария а я вот думал какую поиграть или версию для компьютера или версию мобильную а решил начать с мобильной здесь оказывается еще есть пробная версия бесплатная и потом полную покупать нужно а компьютерная версия как бы можно там разные тоже варианты сейчас пробую такую а потом вы в комментариях мне расскажите покажите как играть лучше в какую версию и так далее террария это игра о путешествиях на край света и о сражениях со злобными боссами коснись здесь чтобы начать использую джойстик левой части экрана чтобы передвигаться извечная проблема в том что я играю на эмуляторе так с деревянных платформ можно спрыгивать сдвинуть джойстик вниз попробую спрыгнуть с платформы а опа спрыгнул а теперь выпрыгни оттуда передвинуть джойстик вверх пока все получается коснись экрана рядом с персонажем чтобы выполнить действие текущим предметом рядом с персонажем а типа вот я добываю землю до сдвинь джойстик вправо чтобы копать рубитель атаковать в этом направлении а вот так типа да пошел 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 прикольно что дальше так я сделал ну давай а мне нужно себе путь прорубить скажем так наверно да что я мог еще и пройти а я могу идти и копать принципе да но все правильно так а что они счет меня хотят я же все сделал вот а верхней части экрана находится панель инвентаря для переключения между предметами необходимо коснуться нужного значка то есть меч топор появился злобный монстр победи его мечом используя джойстик справа так где монстр а вот монстр туда зеленый слизень туда туда хорошо а террария полна монстров особенно ночью ухты меня там опять хотят прессануть после при убийстве слизня можно получить гель если у тебя есть древесина то из нее и еле можно сделать факел собери немного древесины я вообще-то хотел еще одного слизня прибить беру топорик и начинаю добывать древесину опа хорошо а собран собираемые предметы пропадая попадает в инвентарь коснись значка в общем чтоб открыть меню инвентаря ясно это твой инвентарь верхний ряд предметов это твоя панель инвентаря предметы можно перемещать перетаскиванием ну в принципе понятно все вот могу перетащить до нажать а почему а вот нажать а теперь перетащить я понял а коснись вкладки с изображением головы чтобы перейти в зону экипировки головы где голова а вот а в зоне экипировки находится твоя броня и аксессуары а коснись вкладки с изображением наковальни и верстака чтобы при перейти в зону производства а из древесины и еля можно сделать факел выбираем рецепт факела так создаем закрываем это меню а чтобы исследовать подземелья и создавать лучшие предметы нужно добыть руду выбираем кирку а найди разные виды руды добудь ее касаясь экрана рядом с блоками руды или с помощью джойстика справа ясно так это что у нас вообще сундук там какой-то а это руда я так понимаю да а я смогу потом обратно забраться если выкопаю и и стоп а я и могу так копать не повреждая верхний блок земли прикольно не знаю как это получается но это это можно найти разные виды руды добудь ее касаясь в общем понятно что делая причем собирать ее не нужно она после того как мы ее выкапываем попадает к нам в рюкзак а вот получается радиус такой да дальше не могу там кстати сундук еще какой-то могу я получается сюда прокопать или нет смогу ли я потом отсюда выбраться как-то а я в принципе могу уже достать до этой руды так как открыть сундучок не знаю а это штука я не могу прибить да это общем наверно была такая специальная какая-то как мне вверх попасть теперь в общем я попал прямом смысле слова да так вот это еще чуть-чуть нужно прокопать все теперь могу выпрыгнуть уже сюда так все таки наверное нужно эти блоки прокопать и вот я нашел как мне его открыть а при застревании в яме можно использовать деревянные платформы чтобы выбраться наружу создать 5 деревянных платформ хорошо деревянные платформы это это верстак вот платформа 1 4 а 6 так их нужно еще перетянуть да 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 вот ставим их сюда почему не могу перетянуть вот и теперь соответственно строя как мне сундук открыть а это сундуке наверно 99 дерево я понял все больше там ничего нет жаль так ладно платформы все таки из добытой руды можно выполнить металлические слитки для этого нужно стать рядом с печи печь вверху кстати да так как не платформы использовать я просто не понял так а это типа я их сделал и как-то непонятно то есть я их поставил не совсем там где нужно но общего она сделал а из присо то все доступные слитки металла не забудь переключиться на категории инструменты в оружие хорошо так вот это получается кузница да наверное изготовить все доступные слитки металла земля оружие а вот раз два три четыре ночь на улице опасно тебе нужно укрытие переключить на добытую древесину может понадобится переместить ее в нужные ячейки на панели инвентаря что вот это земля у меня да а мне нужна древесина ставлю ее вместо слитка и построить дерево стены и потолок не менее 6 блоков в высоту и 10 блоков в ширину ухты а тут блоки большие нужно пробовать а вот так раз два три раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять раз два три четыре пять шесть а вот получается для входа в дом нужно нужна дверь уберите три блока в нижней части стены чтобы сделать дверной проем кирка почему кирка почему не топор так раз два три а чтобы создать двери нужен верстак создайте верстак и поставьте его внутри дома это уже понятно вот верстак 10 дерева в принципе все более-менее так понятно поэтому делаю это быстро только мало пункта меню всего пять сверху ставлю его где-то вот здесь ясно встал рядом и могу теперь делать вот то двери до 6 дерева всего создаю вот они уже переместились теперь установить дверь и выбрав ее и коснувшись верхней части дверного проема так ай двери можно закрывать и открывать если хочешь чтобы не игровой персонаж поселился в доме то нужна мебель а вот типа раз она открылась закрылась да прикольно хорошо в комнате а должен быть стол такой как верстак стул и источник света например факел что он такой маленький я хочу себе побольше немного домик так получается вот древесина раз два три четыре пять шесть а не достаю туда ладно ай все а вот это вот удаляю лишняя да потому что места мне явно не хватит для стола там еще чего-то верстак стол и стул хорошо что-то верстак не как бы как-то и убрать бы убрал нам и переставлю его сюда поближе к печи получится а ну-ка нет вот хорошо есть такое а делаю это стол до 8 древесина есть такое а стул тоже есть факел создаю так здорово получается нет эту штуку брать ладно неважно ставлю сначала все таки наверное стол да ну поставлю 100 ого какой здоровых верстак главным меньше в там пять раз стульчик перед стул тоже такой немаленький слушайте так и факел сразу что второй раз сюда не заходить мою поставить с этой стороны ой да могу чтоб экономия должна быть экономной ну естественно факел 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 где-нибудь что только на полу можно а он большой и вот теперь помести факел на стену или на пол дома можно на стену тоже да по-моему неплохой домик получился я сделал же на стену или на пол дома это что мне типа не дом как его брать теперь папа попробую поставить почему не получается не хочет слушайте но я сделал факел что еще тут сундучок какой-то ого броня ах почему я не могу взять все могу взять все вот взять все да я уже оделся броню прикольно на стену или на на пол дома а я понял что не так я просто сделал а не факел а полинзийский факел вот почему у меня все не получалось так вот беру вот это уберу то есть все с игрой в порядке просто я не так немного понял ее так сейчас до убираю лишнее я уже даже домик построил повыше думаю мало ли там вдруг что не так так мне нужно вот такой факел поставить на стену допустим да как его поставить вот почти готово чтобы сделать дом безопасным его нужно отделать настенными панелями например деревянными создать несколько деревянных панелей возле верстака а если не хватит древесины сруби еще одно дерево так возле верстака деревянные панели допустим делаю вот они да это земля то не панели деревянные так земляная стена деревянная стена вот она нужно сколько раз два я думаю хватит и правда домик все расширил все 40 штук я думаю хватит перемещая их сюда и как теперь не с другой стороны тоже дверь нужна по скорее всего а вот я понял почему там пауза че тут возникла такая площадь странно ладно а мне нужно именно внутренние было стены сделать то есть ведь они если коридор поставил почему все нет у меня уже как-то их неправильно поставил слишком много могу их так от убирать не хотят убираться ладно придется добывать еще дерево так топорчик придется мне срубить все эти деревья это довольно таки быстро происходит так все там желуди всякие еще там вот кстати золотая руда так делая панели еще так быстро сделаю уже их так запасом чтоб к потом ко мне претензий никаких не было все таки какой-то прикол тут с ними как их правильно ставить какие-то щели есть непонятно как лишнее убирать видите можно все щели позаделывать опять нету панели это засада конечно так верстак делаю еще там не знаю сколько еще 40 так нужно от это вот тяжелая конечно это работа их строить ой не пойму чуть-чуть все таки по идее то все есть почему они ставятся а вот начали ставятся так о все а теперь в этой комнате можно жить по мере развития игры в дома будут заселяться нибы если для них будут помещения классно а моя вот это лишнее убрать допустим как-то мне вот это нужно убрать почему нему панель убрать блин ладно неважно а чтобы уничтожить пол получилось этот парящий острый невелик но внутри него спрятано немало полезных вещей копай борис исследуй купи полной версии и создавай множество случайно сформированных миров а сетевая игра игра по локальной сети и так далее все это в полной версии но пока мне как бы это не нужно я пока хочу разобраться вот вообще с самой игрой как бы но пока мне полной версии игры как бы нет даже не знаю что делать я в броне а кстати там опять слайм пришел ко мне а я верх не могу никак запрыгнуть он тоже не хочет ко мне да получается я могу так вот себе стену пробить и повоевать с ним да а а тут же еще меня тем более этот я ого какой так как мне то что что такой они часе какой он сильно то есть плохо и о так бью то есть я и мечом тоже получается всякую траву там и так далее срубаю 7 а червь моего червя прибить могу червя прибить ладно белка белка стрелка ты тоже пытайся выпрыгнуть так а что это с белкой сделал в общем белку пустил на котлету так мне нужно сделать срочно так я пройти не могу здесь да мне нужно сделать дверь еще опять слайм от прется так дверь нужна потому что без дверей как-то не очень дверь поставить место вот этой штуки и нужно древесину здесь поставить так быстрее нужно дверь сделать он все отлично пускай теперь бьются головой хоть об что у меня дверь запрыгнул даже я тебе отсюда не выпущу так смотрите они со всех сторон на меня уже там налетают монеты какие-то ого у меня получается жизни расходуется наверное еда нужна будет или как-то вот класс что под а все я с них даже взял жизни давай прыгай на меня так это все хорошо но как-то же хочется что-то еще пробовать пока прикольно мне нравится недавно тоже такую игру записывал чем-то похоже только с более такой хорошая графика вы же там было понятно там уровне волны монстров и так далее а куда же ты прыгнул дорогой так мне теперь постоянно будут будут говорить купи игру купи игру да ну ладно знаете что а я не могу сюда зайти потому что мне видите дает эта штука вот но снизу мне каждый раз получается нужно будет вот это вот убирать и дверь убралась да я знаю что я сделаю я сделаю вот так вот сейчас здесь блин уйди от меня слизень прыгаешь я что же на тебя прыгать могу там с него что-то выпало так получается я так видите по снизу сделал подпорку из деревяшек а теперь могу поставить дверь все теперь я просто буду так вот запрыгнуть на нее и проходить все так слайм почему их так много у меня есть какой-то опыт там или что я не знаю даже пойду ка я посмотрю что вот там ой подожди я его не добил гель монеты это дверь я могу открыть да а здесь какие-то зелья хорошо беру зелья о звездочка прикольно с неба типа звезда упала упавшая звезда могу я еще что-то сделать из мебели потому что ведь мне кажется нужно для нпс какие-то а забор ухты прикольно какие-то и сундук могу делать только нужна другая руда табличка костер для костера нужно опять-таки факел а так это классно я делаю факел и делаю костер костер делать нужно в доме или на улице вообще-то костер это не игрушка в доме его как бы не сильно желательно ставить как по мне на нем по идее можно готовить еду да он уют такой типа делает мне бы хотелось все таки нпс каких-то пригласить в дом но скорее всего сейчас то уже не получится я во первых не знаю как это делать но во вторых это будет наверно долго а это у нас край карты так понимаю да но не буду рисковать с нее спрыгивать а есть какие-то задания здесь или тоже все в полной версии команды нет pvp выключен упа ого тот такие кто это такие зомби ничего себе не сильно слушать и я люблю бью-бью-бью о-о-о-о-о-о-о-о медная монета с 55 целых, да? Тут 67 монет. Ничего себе. Как мне себе команду сделать? Так, кузница. Может, кузница оружия можно лучше сделать? Допустим, вот. Подожженная стрела. Деревянная удочка. Прикольно. На 5% больше рыбы. Так, деревянный меч. Такой у меня уже есть. Зачем он мне? Стрела джестера. Урона больше. Шанс крита там и так далее. Броник у меня тоже есть. Деревянные шлемы. Моток веревки. Ха-ха. Веревку, по которой можно залезть. Так, давайте я создам. А что расходуется? Не знаю, почему я еще делать не могу. А, это я, наверное, с кого-то сделал веревку. Ладно. Так, в ту сторону я пошел. Там уже все исследовал. Ой. Зомби прорвался. Теперь в другую сторону. Пройду сейчас. Может, там найду каких-то НПС. Ого. А там глаз какой-то он летает. Демонический глаз. В общем, целая проблема с этими зомби. А глаз не такой уж и сильный, как оказалось, да? Так. Ой, блин. Ладно, просто вовремя так мотылять этой своей палкой деревянной. Так, давай в другую сторону мотыляй. О, класс. Стал под такой под навесиком, чтобы они меня не окружали, не прыгали на меня. Сейчас он меня ударит, я чувствую. Вот, видите? Я был прав. Так, глазики. Давайте ко мне. Монетки эти ж, по идее, можно как-то тратить потом, поэтому... Их нужно зарабатывать. Так, что ж такое? Вон там всякие, там еще они идут. В общем, это надолго. Пока, наверное, не посветлеет. А интересно, они мои стены разрушают или нет? Если разрушают, то это, конечно, не прикольно. Давай, давай ко мне. Лас, пока я сейчас его прибью, еще какой-то демон появится. О, он улетел вообще, потому что, наверное, посветлело, да? Так, что, использовать веревку? А, вот и все, да? Как-то я слишком использовал низко. А могу я ее убрать? Ага, да, могу. А, то есть, теперь это уже не веревка, это уже... Нет, все-таки веревка. Как мне ее переместить? А, отлично, да. Так, только мне нужно с этими слаймами теперь разобраться. С лизнями. Блин. Что-то они какие-то борзые сильно. Так, ага, там гель и монеты. То есть, не дают мне спокойно ничего делать. Вот, и я наконец-то пошел дальше. Там разная руда, лианы. И пошло-поехало, да? Краем карты, конечно, не пахнет. Но, хотя бы исследую мир напоследок. Какая-то высокая гора. Я, получается, там вообще где-то в низине. Если меня здесь ночь застанет, то мне будет больно. О, тут слайм какой-то другой. Синий слизень. Разные руды. Я бы не сказал, что он сильнее, хотя с него дали больше монет и всего остального. Так. А это, скорее всего, уже край карты. Второй, да? То есть, опять же, ничего интересного такого я не увидел. Опять там слайм восстановился, да? Не знаю, для чего я это делаю. Просто потому, что мне нечего делать, наверное. О, кстати, тут сокровище. То есть, это не край карты-то. Очень даже интересное место. так, смотрим, что здесь. Ага, какая-то счастливая подкова нейтрализует удар от падения, да? Светящаяся палочка, ну и слитки золота. Пускай будет. Так, а сам сундук я могу взять вообще с собой, чтобы поставить дома там и себя как-то? Да, оказывается, тоже могу. А я там встречал другие сундуки. Вот зачем я это делаю, скажите? Как бы я уже обратно, скорее всего, не планирую идти. Ого, там всякие внутренние водоемы. Все, ниже я уже не пойду, потому что ниже там уже не видно конца края. Теперь придется так вот прорубываться для того, чтобы как бы попасть к себе домой. Но в любом случае это все уже будет в нашем следующем обзоре. Если он будет, пожалуйста, подскажите, какая версия лучше или компьютерная или вот такая мобильная. А стоит ли покупать полную версию? Да и вообще что здесь сделать? Зачем? И как лучше? Я как всегда буду прислушиваться к вашим пожеланиям, советам, комментариям. А на сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Помню, давно уже просили меня записать террарию. Если вам понравилось, поддерживайте это видео своими лайками, подписывайтесь. Пока-пока.